Утром у здания военного комиссариата Брестской области оживленно. Работает призывная и медицинская комиссии. Путевки на срочную военную службу получают первые 200 новобранцев. Но с начала митинг, торжественность и особую атмосферу никто не отменял, ведь сегодня в жизни молодых людей памятная, символичная и значимая дата. Первый день службы в вооруженных силах Республики Беларусь. Современный призывник – это достаточно мотивированный наш молодой гражданин, нашей страны, обладающий соответствующим уровнем подготовки, имеющий среднее, высшее образование. Уже некоторые наши призывники имеют гражданскую специальность, которая более-менее преломлена к прохождению дальнейшего службы в той или иной воинской части. Соответственно, призывными комиссиями при приятии решения о направлении призывника в тот или иной род войск или воинскую часть, соответственно, учитываются эти факторы. Учитывается состояние здоровья призывника и учитывается имеющаяся специальность. Героические летописи нашей страны написаны ветеранами. Живые свидетели войны не остались в стороне от мероприятия. Слова на подстве и пожелания в адрес призывников 2017-го звучали из уст ветеранов, военных, представителей вертикали власти и духовенства. Чтобы всегда была взаимопомощь, взаимовыручка. Потому что я как танкист, успех зависит от всего экипажа, а не только от одного члена экипажа. Поэтому всегда будет. Следующая армейская служба. Мне хотелось пожелать, чтобы ребята стреляли только по бумажным, по фанерным мишеням, чтобы никогда не пришлось оружие, автомат, пистолет или орудие направлять в сторону человека. Молодые люди разделяют патриотический настрой, заданный выступающими. К примеру, Александр Буйкевич. Юноша уверяет, что лично для него служба в армии не обязаловка, а настоящий гражданский долг, выполнять который он будет с честью и достоинством. Честь Розине отдать. Еще пойдем послужим морально и материально готовился к службе. Настраивался все постоянно. Два брата старших отслужили. Все и на пустые мне давали, чтобы служить, чтобы нас не подводил. Мы отслужили, и ты отслужишь, чтобы ничего не... Главное, чтобы ты нас не подвел. Не боишься трудностей? Конечно нет. Всегда готов. В осенний призыв образца 2017-го гражданскую одежду на военную форму поменяют порядка 80 тысяч белорусов. Молодые люди будут служить в сухопутных, ракетно-артиллерийских, пограничных и многих других родах войск по всей Беларуси. Дмитрий Фортовой отправляется на службу мотивированно в элитные войска. Готовился к службе и физически, и морально, потому что служба в спецназе нелегкая. В этом году закончил университет высшее образование по специальности инженер-программист. Ну и повестка пришла, и сразу решил, что пойду в элитные войска. Хочу от армии завести новых друзей, получить большой опыт, жизненный опыт, моральный опыт, хорошую физическую подготовку. К слову, сегодня количество желающих уклониться от службы значительно снижается. Их процент минимальный. Работа постоянно идет, и как в плане правового просвещения граждан, мы их информируем о недопущении. Также доводится им ответственность и подроспись. Ну, каждый, скажем так, принимает решение в отношении исполнения воинской обязанности самостоятельно. Если говорить о количестве, то данный процент невысокий. Он составляет 1-2% от общего числа отправленных. 16 декабря сегодняшние призывники принесут присягу на верность Родине. А пока они новобранцы, у которых впереди непростое, но достойное время. Ведь современная белорусская армия – это армия народа. Армия, созданная самим народом. Действующая для того, чтобы обеспечивать защиту Отечества. И смотря на новобранцев, сомневаться не приходится, что безопасность Беларуси в руках надежных. Продолжение следует...